Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. 24 апреля граждане Республики Западной Армения почтят память жертв геноцида армян. Дань памяти жертв геноцида армян в Марселе, Франция. Мы должны отложить в сторону разногласия объединиться, как мы объединились в 1988 году. Мэр Шуши. Связи между греками и армянами очень сильны. Гюлакес принял участие в мероприятии, посвященном годовщине геноцида. Встреча с депутатом Республики Западной Армения Миграном Паркичем. В селе Яхцаох в Арцахе строится новый водопровод. Армянские боксеры стали чемпионами Европы. Армянский музей откроется в иранском городе Тебрис. Депутаты Национального собрания Западной Армении и члены правительства и граждане Республики Западной Армения примут участие в марше «Память», который состоится 24 апреля в Титернакаберте. Марш начинается в 12 часов. Председатель Национального совета Западной Армении Армена Кабраамян Ассамблея Армян Западной Армении и Национальная ассоциация ветеранов Армении и ее сторонники приглашают вас посетить церемонию памяти жертв геноцида армянского народа, которая состоится в Марселе в воскресенье 24 апреля в 11.00. Церемония пройдет согласно протоколу. По словам мэра Шуши Республики Арцах Арцвик Саркисяна, если он понадобится на Площади Свободы, то он приедет из Арцаха и присоединится к тем, кто там находится. Убежден, что те, кто на Площади Свободы, на правильном пути. Зомби массы, считающие, что если в Арцахе жили азербайджанцы, то эта азербайджанская земля должна очиститься от этих мыслей и отправиться на Площадь Свободы. Они должны осознать, что без Арцаха нет Армении. И наоборот, люди должны знать, что если сегодня арцахцы депортированы с места жительства, то завтра или послезавтра они будут депортированы, потому что президент Азербайджана заявляет, что Ереван Сюники Севан – азербайджанские. «Я как-то сказал, что церковь Святой Казанчицот в Шуши на 50 лет старше Азербайджана. Мы должны объединиться, отбросить разногласия и объединиться, как мы это сделали в 1988 году», – сказал Арцвик Саркисян. Председатель постоянной комиссии по национальной обороне и международным отношениям парламента Греции Константинус Гюлекас принял участие в мероприятии, посвященном 107-й годовщине геноцида армян. Он возложил венок к памятнику неизвестному солдату. Он сделал запись о событии на своей странице Facebook. Связи между греками и армянами очень сильны во многих отношениях. Два народа также связаны двумя геноцидами. Геноцидом армян, за которым последовал геноцид понтийских греков в Западной Армении. В Ереванском представительстве Западной Армении состоялась встреча с депутатом, владельцем издательства «Пыркич», «Миграном Пыркичем» и другими депутатами. В ходе встречи он представил свою книгу «Следы нашего существования», в которой описывает историю возвращения дерсимских армян к своей идентичности. Депутат поделился своими мыслями об общих представлениях дерсимцев и с личной точки зрения оценил приближение дерсимских армян к Западной Армению. Он с большим энтузиазмом упомянул о необходимости работы армян с определенными программами и проектами, подчеркнув необходимости их единства в общей борьбе. В поселке Яхцаох строится новый водопровод. Об этом сообщил глава общины Артак Акопян. По его словам, в поселке проживает 145 жителей. После войны в селе поселились семь семей вынужденных переселенцев. Люди заняты сельскохозяйственными работами. У нас в свободном жилом фонде около 15 домов, 10 из которых после ремонта будут переданы другим семьям переселенцев, сказал Акопян. Поселок обеспечен газом и электричеством. Согласно плану, в ближайшее время будут заасфальтированы внутриобщинные дороги. На проходящем в Болгарии молодежном чемпионате Европы по боксу представитель Армении Эрик Исраэлян стал золотым призером. В финальном поединке Исраэлян одержал победу над представителем Болгарии Кириллом Борисовым. Эрик Исраэлян одержал пять побед на молодежном чемпионате Европы, три из которых нокаутом. В финал вышел Арес Акопян из сборной Армении, завоевавшей серебряную медаль. Представляющий Грузию ахалкалакский боксер Гор Айвазян также стал чемпионом Европы по боксу, завоевав первое золото для Грузии. Западная Армения поздравляет своих детей с победой и желает им новых побед. Армянский музей откроется в иранском городе Табриз, сообщил глава провинциального отдела Департамента культурного наследия, ремесел и туризма. Об этом Ахмед Гамедзадзе сказал во время встречи с представителем армянской епархии Атарпатакана Григором Чивчаном. В государстве много армянских памятников. Генеральным управлением были приняты специальные меры по их восстановлению и сохранению. И после этих мер на повестке дня стоит открытие армянского музея в Табризе, сказал Гемадзадзе. Он добавил, что в области есть бесценные армянские памятники, в том числе монастырь Святого Степаноса, который включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.